Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православные новости. И сегодня вы узнаете много интересного и полезного для себя, своих близких, знакомых, друзей. Итак, я буду рассказывать о православной церкви Никольской в микрорайоне Терновка. Вы узнаете историю создания этого храма, различные факты, события. А самое главное, вы поймете, почему столько людей ходят сюда, какие есть плюсы и минусы для спасения каждой человеческой души. Приятного просмотра! Каменный Свято-Никольский храм с колокольней был построен в 1847 году, а в 1933 году закрыт. В 1995 году храм вернули православной церкви. Пригородная деревня Терновка была основана в 1694 году, как вотчина московского храма. Такой же красивый, как и в польских храмах. Это очень великолепное место для молитвов. Ну а теперь дальше у нас общественная жизнь храма. Никольский храм с колокольней имеет очень интересную историю. Этот храм был построен через несколько лет после развала Советского Союза. А в те годы прихожан было не так много, как сейчас. А сейчас могу людей приходит молиться сюда. Господи, Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Проникольский храм, а также я его сравню со Спасским федеральным собором. Это видео я делал совместно с киностудией «Контакт». Приятного просмотра. В общем, начну я с того, что здесь вертеп. Только у него люди сложили свои пожертвования. Кто чем, кто яблочкой хочет сломать храм, кто конфеткой, кто денежкой. Все, все люди украсили этот великолепный вертеп. Я надеюсь, что это очень красивый вертеп. Вам понравится этот очень красивый вертеп. И вы поставите лайк на это видео. Оно будет выложено на моем канале «Шоус Молдух 1004». Я музыкант. А также будет выложено на канал конкурса видеороликов про санх. В нашем храме действует организация «Норд-Русь». Также у нас есть организация состава. То есть на выбор, кому что больше нравится, какая организация кому больше нравится. Кто-то ходит даже в две организации. Например, я. У нас есть отряд и патруль «Норд-Русь». Это все разговаривает Сырлёв Илья по благословению отца Александра. И застава по благословению отца Александра действует. И организация «Норд-Русь» действует по благословению. Настоятель этого храма отца Александра Филиппа. В общем, тут очень красиво, особенно на Рождество. Тут красивые елки. Тут очень торжественная обстановка. Я думаю, что всем понравится. И это видео, этот храм. И тут красота не меньше, чем у Спасского Катеринарного собора. Даже так, ребята. Тут очень красиво. Я сегодня был в Спасском Катеринарном соборе. И для сравнения я сделаю. Я включу видео для сравнения. Чисто для сравнения. Вот в комментарии на канале моем пишите. И на канале конкурс. На которых ты идёшь. Пишите, какое видео вам больше нравится. Точнее, не какое видео, а какое храм вам больше нравится. То есть, видео, в смысле. Тут же два видео в одном. Вам какое больше видео нравится? Видео про Спасского Драйса Вор? Или видео про Никольский храм? Напоминаю, что это два видео в одном. Подписывайтесь об этом в комментарии. очень красивый иконостас очень красиво красивый крест красиво много в общем прям как на настоящее рождество повторяю красота не меньше чем с паском кафедральном соборе вот так выглядит никольский храм во время начала службы рождественской конечно тихо поют он что поначалу то что начать будет потом говорю тихо потому что чтобы мешать людям молиться а а теперь давайте посмотрим какая общественная жизнь у нашего храма а сейчас я расскажу почему ли уйти на улице в этом храме почему люди столько приходит сюда какие есть плюс и минусы специально каждый человек и чем отличается этот храм от спас как странного собора в общем кратко то можно все это объединить в одну тему под названием почему люди молятся здесь люди молятся не здесь потому что здесь уютная обстановка и не хуже чем в паском кафедральном соборе сюда ходит гроза моста полтора мяча где-то очень много людей особенно по воскресенье что вот в чем парадокс что по воскресеньям людей в несколько раз больше чем рождество или на пасху вот так как-то поэтому спасибо что посмотрели это видео так же я хотел бы последок еще сказать так сказать после слоя что вот я вам сейчас сказать что какие минусы плюс на спасение души каждый человек а не в том что и в любом храме не важно не кольск раз паскадран собор там успенский собор любом храме скажем так темные духи свой духе от шангела они всегда отвлекаются человека от молитвы ибо говоря и они вот от этой красоты шековных отвлекают человека поэтому возникают всякие там помыслы мысли дырные и так далее и от этого надо всего отключиться молитву с этим на пару столько молитвов поста молитва вот в чем с нами рот бессонского почти такими чтобы знать пачка ангел в свою душу нужно молиться и поститься то будете как маргенштерн извините конечно я не осознаю все еды все пусть я просто прием яркий пример те кто знаком с вот от творчества в кавычках тема не осуждая вот даже никого песен уже просто нет но я понимаю при этом что нельзя так себя вести я себя контролируем с метра то что я слушаю человек даже одна породина его трек стил в общем ссылочка будет описание моего породи шоссмон тысяч 4 7 просмотр я надеюсь что вам понравилось это красивое видео удачи